С нами здесь в студии Arctic Open Семён Трескунов, Оксана Карас, создатели и участники фильма у Ангела Ангина. Я так поняла, что вы не сразу взялись, да, Оксана, за создание этого фильма, не с первой попытки сценарист вас взял, что пришлось с этим еще, да, ему поработать, переработать сценарий каким-то образом, чтобы он вас вдохновил. Или это не совсем верная история. Нет, это похожая на правду история Дмитрия Новоселова, который написал сценарий, экранизацию у Ангела Ангина. Он подходил ко мне еще осенью 16-го года, тогда я снимала по его сценарию 8-серийный фильм «Отличница», съемки были в Питере, и Дима принес мне сценарий полнометражного фильма. Он сказал, что он очень давно болеет этой работой, вот, и режиссера нет, и он считает, что вот я была бы идеальным вариантом. Я прочла, сценарий был толстый, 150 страниц, я сказала, ой, нет, ну это как-то все так наивно и просто про любовь, это, наверное, это не мое. Прошло полгода, Дима, как мудрый человек, выдержал паузу, пришел еще раз, и еще раз принес мне этот сценарий, и я прочла саму повесть Шефнера, я к своему стыду ее не читала. Я очень люблю советскую литературу, но с Шефнером, как с писателем, я не была знакома, я знала его стихи, и мне казалось, что вот он поэт, и все. И здесь открылся целый мир. Я сказала, да, хорошо, но надо придумать, чтобы это было не просто про любовь, а что-то вот еще придумать, еще что-то такое. Вот. Я жестокий режиссер, и, по-моему, сократила страниц на 70 сценарий, и мы еще очень здорово переписали его. Получилась, конечно, уже не экранизация повести, а по мотивам, так было честнее. Мы взяли другое название, это строчка из стихов Вадима Шефнера, да, и эти стихи звучат, их читает Семен. Вот. Поэтому, да, не с первого захода, но вот иногда нужно немножко отойти от того, что тебе предложили, чтобы потом присмотреться получше. Да, вот как вы, Ваш Семен, в этот фильм, да, насколько я поняла, у вас тоже уже богатая, не матографическая история, и, ну, как это говорят, боевое крещение, да, должен актер отыграть там все эти роли, обязательно, да, одеть форму. Вот это для вас восприятие вот этой роли, оно с чем связано с этим, да, с этим образом. И я в этот фильм попал точно так же, как во все остальные, мне просто прислали сценарий и позвали на пробу, как бы, я пришел на пробы, вот, и, слава богу, все получилось. Но за одним большим исключением, Оксана пока единственный режиссер, который мне предлагает действительно интересные роли. Она выросла, ну, какой-то есть шанс просто демонстрироваться, да, да. Поэтому тут, конечно, это все, ну, без шансов, без вариантов. Ну, как бы, вот тебе прислали хорошую литературную вещь, даже на уровне литературы, то есть ты еще ничего не снял, ни раскадровок не видел, просто на уровне букв ты понимаешь, что это будет круто. Это то, что я хочу. Да, да, да. На самом деле все, когда видят, что Семен в титрах играет главную роль, срабатываются сразу стереотипы, предубеждения. Ну, понятно, был успех с хорошим мальчиком, конечно, в следующую работу она позовет Семена, все ясно. Я хочу сказать, что у продюсеров был совершенно другой дрим-каст. Они представляли себе очень известных артистов, но старше на 10 лет. И я очень тоже их всех люблю. Многие у меня снимались. Это Саша Паль, там, Янковский, Никита Ефремов. Но поскольку все-таки в этой истории речь идет о первой любви, то мне удалось убедить продюсеров, что правильно выбирать ребят того же возраста, 18-20-летних. И когда я предложила, чтобы чухной будет Семен Трескунов, все так ахнули, сказали, как, ну, он же совсем юный. Говорю, ну, давайте попробуем. И Семен, я просто никогда не видела, чтобы человек так боролся за свою роль. Он пришел просто, когда он видел, какое количество претендентов на этого чухну, он просто их загрыз. Я даже вам не могу передать, насколько этот человек... У нас пробы проходили в маленьком таком помещении, и надо было сделать сцену, когда вот они ищут какие-то там предметы на высокой-высокой печке, да, сверху на крыше. Вот, Семен, короче, в какой-то момент он... Я разобрал потолок. Да, он разобрал потолок, он собрал такую пирамиду из стола, стулья. Думаю, блин, он сейчас убьется просто. А это всего-навсего проба. Это просто, ну, этюдным способом, импровизацией мы ищем вот... Ну, это что-то было невероятное. Он разобрал потолок, и потом, когда приходили другие артисты, они говорили, что у вас какая-то дырка в потолке. Я говорю, это приходил Трескунов, у него были пробы. Вот, и все сразу понимали, какой градус вообще накала идет, и, ну, борьбы за главную роль. Так что Семен, ну, не просто... Он ревнивый. Да, он ревнивый очень. Слушайте, вы выглядите гораздо интеллигентнее, чем то, что сейчас о вас рассказывают. Значит, там внутри такой огонь кипит, что, в общем, за роликом готовы. Ну, что такого особенного Оксана, конечно, приукрашивает. Нет, мне просто прислали материал, и я сразу понял, что мне очень хочется. А тут же еще какая штука. Мы же... Ну, мы же, я не то не скрою, мы дружим. Да, мы дружим. Да, и мне, конечно, очень приятно, когда там... Человек, с которым я мало того, что дружу, так еще и состою в каких-то профессиональных отношениях, зовет меня в следующий раз в свой фильм. Конечно, для меня это... Но когда он мне говорит, что нет, все-таки будут пробы, для меня это просто, ну, как, ну, это личный вызов для меня. Потому что я понимаю, что, ну, там, возможно, симпатии на моей стороне, но мне надо как-то вот... Доказать всем остальным тоже, что, в общем-то, это не просто, да, симпатия. Хорошо, а вот скажите мне тогда, вот это, да, творческие тандемы и профессиональные, ну, дружба и профессия все равно, мне кажется, это достаточно сложно. Ведь где-то надо, наверное, как-то режиссерски цикнуть. Или у вас другая методика общения? Нет, нет, цикать, цикать не надо. Да, да. Вот Семен вошел в мою жизнь весной, какого? 15-го года, он просто пришел на пробы. Я также продюсером, ну, предложила Семена на роль хорошего мальчика. Я увидела его, я давно его предлагала, но все говорили, Оксана, ну ты что, ну, это будет просто какая-то педофилия, он маленький, ему 11-12 лет. Потом я увидела его на афише «Призрака», он был там с Бондарчуком. Я говорю, смотрите, он вырос, все, это он, надо его звать. Он пришел, говорит, ну, давайте там, пообщайтесь. И нас оставили там на 5 минут одних. Прошел час, Семен пришел также на пробы, просто даже на знакомство просто, его привел папа. Вот, и мы, ну, 5 минут, 10 минут, 15, через час к нам заглядывает продюсер, говорит, у вас все нормально. Вот, а мы уже что-то, мы, по-моему, всю жизнь обсудили. Вот. Да, уже начали, уже сценарий, мы уже там что-то, ну, вообще прям, все, жизнь пошла. Вот, я вообще забыла, что, оказывается, мне надо этого человека как-то пробовать, утверждать. Так редко бывает, потому что, ну, есть там разница в возрасте, Семен вообще там школьник, и... Но это удивительно, когда ты находишь просто родную душу. То есть я не стану врать, что мы можем с Семеном там ночью созвониться, или я могу ему поплакаться там про свою жизнь, он мне про свою. И он иногда находит такие слова, такие формулировки, и так может вытащить, не знаю, там из депрессии, может придумать такие мотивации, которые там у взрослых людей не всегда рождаются, да, потому что он начитанный, он умный, он вундеркинд, и я считаю, что психологический возраст Сени, конечно, ну, намного больше. Да здесь даже дело не в возрасте, просто вот мне повезло, есть такой вот. Ковбой. Вот повезло, и вот смотри, все сложилось, да, а как шел процесс? Ну, вот сам создание фильма, ну, атмосферно, тяжело, гладко, легко, как, вот какими эмоциями было наполнено создание? Ну, для меня, вот я просто для себя сразу, я впервые, пожалуй, за все время, что я снимаюсь в кино, оказался на столь длительное время за пределами своей семьи, в другом городе, в чужом, абсолютно один. А где снимали? В Питере? В Питере, в его окрестностях, да. И для меня это все был, конечно, такой большой пионерский лагерь, в которых я никогда, ну, до этого не был, ну, совсем там, с бутылочками, и с прогулками по Васильевскому острову, там, и так далее. Ну, то есть для меня это было какое-то прям, сколько мне было? Еще 18, 17 мне было лет. На моих съемок мне было 17 лет, то есть сейчас мне уже 19, два года прошло, получается. Нет, прошлое лето. Ну, прошлое, ну, должно было, да, ну вот, как бы, но для меня это было какое-то совершенно потрясающее. Я до сих пор помню, как мы ночью, я, Немов и Стеклов шли из какого-то бара, пошел дождь, и мы забежали на вот эти марсовые поля, там, под какое-то дерево, и Стеклов тоже пьяный в дребезге просто начал читать стихи. Какие-то девушки пришли, начали ему в шляпу класть монеты, там. В общем, все было атмосферно, получается, да, с вашей точки зрения. Мне это, конечно, было... Я знала эту историю, вы мне постоянно присылали свои селфи и вот эти ужасные видео в любое время суток. Я понимала, что утром будет разбор полетов на площадке, они опять будут с синяками, под глазами и так далее. Но молодость, она такая, утром, конечно, все с огурцом, все хорошо. Я была на восьмом месяце беременности, поэтому у меня были другие страхи. Ко мне подходили продюсеры и говорили, так, только попробуй родить на площадке. Вот прям смотри. И да, мы только закончили съемки, у меня сразу родился сын, поэтому... До съемки расскажи, что ты кормила его. Да, а когда у нас были до съемки, там и зимние, ну, мы должны были снимать... У меня тяжелый месячный баронтит, у Оксана ребенок. У меня ребенок, который как мы сидим в поле, там фашисты, немцы бегут какие-то, в общем, война, вот. У меня на груди висит там трехмесячный ребенок. Вот. У меня месяц уже выплевываю громких просто. Ну, было весело, да. Все отдали за фильм. Да. В какой-то момент Оксана ко мне подошла и сказала, Сень, можем сегодня не обедать? Да. Конечно, можем, мы же про войну кино снимаем. Насколько было тяжело. Все-таки, да, вы молодые режиссеры, я актер, да, ну вот тема, да, сложная, которая уже вот задевалась там в искусстве. Вот как сложно было работать, чтобы вот передать и атмосферу, и состояние, и аутентичность, да, не ландшафта, как называть его? Визуально. Да, да, мира, в котором, да, вот, то есть все, чтобы соответствовало, чтобы мы почувствовали себя в то время, в то время. Лен, вы очень правильный вопрос задаете, потому что это самое сложное в фильме, где события происходят в двух временах исторических, в 40-е годы и в 65-м году. Здесь, конечно, у меня были очень хорошие помощники. У меня был художник-постановщик Марина Николаева и оператор-постановщик Сергей Мачильский. И, конечно, с этими двумя людьми мне было не страшно, потому что, если я какие-то вещи упускала, или увлекалась артистами, или увлекалась историей, драматургией, они быстро ставили меня на землю, говорили, так, вот, не такой хлеб, не такие спички, вот здесь все меняем. И, конечно, мы следили за аутентичностью. Очень сложно снимать даже в Ленинграде, ну, даже в Санкт-Петербурге, который не так сильно подвергся изменениям, как Москва, которая уже просто, просто другой город, там невозможно снять ничего даже, там, десятилетней давности. Здесь, конечно, мы засыпали все дороги песком, убирали все эти пластиковые окна, мы все за, ну, какая-то часть отдана, конечно, на компьютерную графику, но, тем не менее, все равно через, сколько уже, 78 лет город другой, да, но дух в нем, вот этот ленинградский дух, он есть, и нам было важно передать этот дух Васильевского острова, на котором происходят события у Вадима Шефнера. У него ведь очень много поклонников, есть целый клуб фанатов, поклонников Вадима Шефнера, они очень пристально следят за тем, что там снимается, как, они очень ревностно к этому относятся, чтобы, во-первых, не снимали каких-то глупостей, во-вторых, у них какое-то свое представление, да, я тоже имею право как-то себе представлять Шефнера, но у них очень тоже свое ревностное отношение к этому. И да, и, конечно, это было вот в этом смысле сложно, потому что, ну, здесь же все очень важно, вот важен художественный мир, да, за которым следили, там, художник-постановщик, оператор-постановщик, и я в том числе, но важно и актерское существование в кадре, за которое были ответственны наши артисты и я, да, и я попросила ребят, чтобы они пересмотрели Рома, Хуциева, чтобы они увидели, как работает Баталов, Лазарев, да, чтобы они, по нему выбрали, это очень было важно, выбрали актерское существование, синхронизировались, то есть можно было как в сороковые работать, а можно было как в шестидесятые, вы понимаете, что это, ну, это разные эпохи, хотя 20 лет... Да, да, я хотела как раз задать, мало того, что это разные эпохи, мы ведь еще, ну, представители своего времени, и нам сложно уйти внутри самого себя от этих психологических вещей, нам очень сложно представить, насколько невинны были люди, насколько они были целомудренны и... Это даже просто на психофизике сказывалось. Да, я об этом же сейчас говорю, как надо было справиться со своим, да, физиологией условно, да, движений вот этого всего, чтобы она была не столь современна, столь вот пластика, все вот это было заимствовано из 60-х годов. Как? Вот что вы делали? Мы смотрели кино, мы понимали... Мы репетировали танцы. В какую игру мы играем, делали танцы, то есть они умели танцевать... Фокстрот. Танго, фокстрот, еще там был какой-то танец. Вальс был, просто какой-то особенного вида. Вот, это речь особенная, которую, ну, сложно... Очень литературная речь. Она и литературная, и при этом Шефнер очень часто использует такие хулиганские обороты, да, у него такой свой арго даже для 40-х годов. Милашки, да, дарушки, милашки, вот эти все вещи, это же надо, чтобы это как-то из тебя естественно выходило, а не каким-то колом стояло, да? То есть присвоить, надеть это все на себя очень непросто современному артисту. Вот, и понять, что, например, как они реагируют на девушку, которая проходит мимо, вот только сейчас ты можешь эту девушку увидеть, вот только сейчас ты можешь увидеть ее грудь, ногу, да? Да, 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 я понимаю, да, что это было что-то такое невероятное. Девочки, не знаю, там 18+, и увидишь все просто, и узнаешь про эту жизнь все, ну, понимаете? То есть информация была, ну, вот, мир был вот такой, и поэтому и радость от этих открытий, которые тебе вдруг жизнь дарила, была, конечно, колоссальная. Это фантастика, как вам удалось это передать. Да, вернемся немножко, может быть, еще ваш вот этот вот фидбэк, я поняла, что вы учили вживаться вот в эту роль, да, человека. Еще, кстати, я хотела уточнить, по фильму «Герои» сколько лет? 18. 18, то есть чуть даже старше себя, но это получилось, да? Ну, на моем съемок, да, там… В принципе, один в один, да. Да я никак, особенно, никак не вживался, то есть это, и мне бы очень хотелось вам рассказать, что я как Дэниел Дель Юис, да, там, месяц сидел в кресле инвалидном и шевелил только левой ногой, вот, но так не было, к сожалению или к счастью. Оксана просто дала с самого начала задание, она нам очень точно объяснила, точнее так, она задала нам нужный вектор, направление, и посоветовала ряд фильмов, которые нужно было посмотреть для понимания какого-то общего настроения, антуража, там, стилистики и так далее. Я посмотрел эти фильмы, там, «До свидания, мальчики», «Летят журавли», «Калика», «Юльский дождь», ну, то есть как бы, ну, вот эти все фильмы. Я, вот, клянусь, если бы не этот фильм, наверное, никогда бы их и не посмотрел, потому что они, ну, в тот момент мне было все это очень интересно, потому что это была, ну, какая-то цельная задача, которую предстояло мне выполнить. Но если бы я вот так как-то абстрактно их выцепил откуда-то из пространства, решил бы посмотреть, вне контекста, да, то, конечно, я бы, ну, пришлось бы поискать, за что там можно зацепиться. А так-то очень понятно. Ты пытаешься считать, что это за мужской характер, почему он в этом времени существует, почему он именно сейчас такой. Вот, я же в пример хотел привести, что «Богемская рапсодия», вот фильм, который сейчас вышел, мне, ну, как бы, неинтересно, почему он был гомосексуалистом там или еще чего-то. Мне интересно, почему он пел вот так, ну, откуда у него голос такой, как бы, про природу просто, самой харизмы. Вот, я смотрел на Баталова, на Лазарева, на всех, просто пытаясь понять природу именно их, как... Курил, да, очень много, почему настоящего Беломора. У нас с реквизиторами была штука, чтобы я совсем уже не задыхался. Они брали фильтры из сигарет обычных. И между дублями заталкивали, чтобы хоть как-то фильтровать дым, потому что он там совсем же. Особенно, когда у нас, сколько он упал, и 10 делали, да, ну, поджигание дублей. Да, 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 я уже к 10-му просто, я уже зеленого цвета остановился. Это потому, что я курящий человек, как бы. Курящий человек. Я курю, да. Хорошо, вернемся к фильму. Вот меня еще, микрофон еще у вас, еще все-таки интересует, да, вот эта тема, она ведь не совсем о войне. То есть эта история просто на фоне этой картины. Или мы без этих военных условий уже не сможем ее так рассмотреть? Вот смотрите, экранного времени война занимает 10 минут. Мы сняли намного больше, но в итоге осталось столько. Потому что вы совершенно правы, эта история не о войне. Это история о поколении, которое, да, пережило эту войну, но по большому счету через все творчество Шефнера, красной нитью проходит тема бессмертия, тема связанности времен, тема того, что любовь сильнее смерти, а память, любовь у нас, да, любовь сильнее смерти. И к памяти он относится очень трепетно. Ему кажется, что, ну, это во всех его стихотворениях есть, что то, что есть сейчас, это прямое следствие, ну, нас, нас прошлых, да. Есть стихотворение непрерывности у Вадима Шефнера, и там как раз главная мысль, наверное, о которой можно было и фильму отдать, как вот главную тему. Все связано, все непрерывно. Главный герой, он в двух временах существует, и недаром мы не стали старить, мы выбрали просто других артистов. Там, и Женя Цыганов в 60-е годы существует. И, казалось бы, нет никакой связи между вот этим 18-летним мальчиком, который ходит, курит, пьет, гуляет, веселится. Да, и вот этим человеком, который состоялся, который успешен, который живет в благополучном мире успешного драматурга, но счастлив ли он, да, вопрос. Но то, что он представляет собой в 65-м году, это прямое следствие пережитого, да. И без той первой любви, которая с ним случилась, он бы не стал тем, да, которая осталась с ним на всю жизнь, он бы не стал тем, кем он стал, да. Поэтому это вот, это об этом. И в этом смысле, опять вы спрашивали, что сложно. Сложно было как раз историю как-то посадить на, ну, на современность. Что, казалось бы, современному зрителю может быть интересно в событиях 40-го года, вот в этих шатаниях и бродилках молодых 18-летних мальчиков по Ленинграду, да. Да, в этом есть какая-то красивая такая метафора, такой танец на краю пропасти. Они гуляют, они влюбляются, они что-то ссорятся, выясняют отношения. А завтра была война, да. Но это не только об этом, потому что мы ведь не заканчиваем фильм войной, многие выживают, и как они живут дальше, да, кем они стали. И вот в этой связи двух времен заключается, наверное, смысл картины. Мы просто за одну жизнь проживаем часто 5-6 версий самих себя. И эти версии, ну, не случайны. И ты иногда смотришь, боже, это я, вот этот человек с фирсингом, вот просто вот на мотоцикле, а сейчас ты такая грандама, и там все, ну, понимаете, и там уж, хм, да, но ведь все же не просто так. Да, это очень интересный взгляд на природу причинно-следственных связей. Ну, в Шефнера. Ну, и вот в последнем таком кадре, вернее, в последних кадрах, я, конечно, увидела что-то свое, наверное, зрителя тоже, да, вот когда он возвращается в эту квартиру, да, и он слышит этот голос, и вот потом он выскакивает во двор, и вот этот вот прыжок для меня, это, конечно, был такой образ, который я считала, что он слышит ее в квартире, да, для меня, и как будто бы там, ну, я понимаю, что возрастной это не может быть, это для меня это его дочь там условно какая-то, которая его ждет там, да, и он счастлив, вот в конце этот прыжок, какого-то возврата к себе, там, да. Ну, это скорее потому, что ты говорила про непрерывность, что независимо от него самого, от его желаний, трагедий каких-то личных, жизнь все равно продолжается, и по злой там или не злой иронии, действительно, в этой самой квартире живет девочка по имени Леля, которая ждет мальчику, и, да, то есть она, его как раз восхищает то, насколько вообще все это рядом, да, 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 оно просто, как бы, ну, вот, для него, возможно, в этот момент просто перечеркнулась вся его жизнь, и он с этого момента стал каким-то другим человеком, конечно, это веха какая-то целая, но при всем при этом весь окружает… То есть это все-таки есть, да, у него такое значение? Конечно, ну, я думаю, что да. Оксана? Мне хотелось, чтобы здесь два разных человека стали одним, это он прыгает не так, конечно, лихо, как это он делал в 18 лет, но это он же, да, это вот такая идентификация, что душа та же, вот, это есть, да, вот оно не так лихо, не так круто, как это делал Семен, там он касался, даже там потолкает и подворотнее, да, но он прыгает, вот он остался тем же человеком. Да, он закрыл какой-то определенный свой гештальт. Да, гештальт он закрыл, да. И он смог это сделать. Большое вам спасибо, я думаю, что все смогут еще увидеть этот фильм у Ангела Ангина с участием Семена Трескунова под руководством Оксаны Карасы на нашем фестивале Arctic Open в кинозале «Мираж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова